Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о книжной полке. В студии ведущая Полина Митрофанова. Летом 2004 года свершилось событие, значимое не только для Русской Церкви и ее истории, но и для всего народа России. Событие, знаменующее собой важный этап духовного возрождения нашей страны. Возвращение в Россию чудотворного образа Богоматери Адигитрия Тихвинская. Эта икона Богородицы, одна из самых почитаемых святынь православной Руси, была вывезена из страны во время Великой Отечественной войны. Поистине чудесно сохранилась она в бурях нового времени подвижничеством преданных вере людей. Тем более неудивительно то, что этой прославленной святыне было посвящено в свое время множество произведений древнерусской литературы. С этими произведениями нас знакомит книга об иконе Богоматери Адигитрии Тихвинской. Книга об иконе Богоматери Адигитрии Тихвинской посвящена возвращению этой иконы в Россию, и в ней опубликован полный текст, составленного в середине XVII века, свода произведений об иконе Адигитрия. Это цикл памятников, содержащий десять сказаний, передает историю святыни, начиная с древнейших времен и заканчивая рассказами о чудесных исцелениях от иконы в XVII веке. Также на страницах книги прослеживается история Тихвинского Успенского монастыря, главный собор которого был построен специально для хранения этого чудотворного образа. Особенно подробно в книге рассказывается о героической обороне монастыря при осаде его шведами в 1613 году и исключительно важной роли этой обители в событиях смутного времени. По преданию Тихвинская икона Божией Матери, одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой, Она чудесным образом покинула Константинополь накануне падения Византии под натиском Османской империи и в 1383 году явилась на Руси в пределах Великого Новгорода над Ладожским озером. Знаменательно, что в ряду явлений чудотворных икон на Руси самым значительным и благодатным после образа Владимирской Богоматери, привезенного на Русь в XII веке, оказывается дивное пришествие Тихвинской Богоматери, первой Адигитрии на Руси. Совершив святозарное шествие по воздуху, ознаменовав свое явление людям чудотворениями и осенив божественной благодатью северо-западной земли Руси, икона Богоматери остановилась на реке Тихвине. Здесь для поставления иконы построили деревянный храм. В 1515 году на его месте для хранения чудотворного образа по повелению царя Василия III был возведен каменный Успенский собор, стоящий и до ныне. В 1560 году Иван Грозный основал при этом соборе Тихвинский Успенский общежительный мужской монастырь, который на протяжении веков служил местом паломничества православных, стекавшихся сюда со всех концов русской земли на поклонение чудотворному образу Богоматери. В XVII веке почитание Тихвинской одегитрии становится поистине общерусским. Защитившая своим покровительством Тихвинский Успенский монастырь во время жестокой осады шведскими войсками в 1613 году, икона Богородицы осенила благословением заключения Столбовского мирного договора со Швецией в 1617 году. Список с чудотворного образа был испрошен у игумена и братьи послами, отправившимися из Тихвинского Успенского монастыря в Столбово. Множество происходивших от Тихвинской иконы Богоматери чудес прославили этот образ, ставший поистине национальным сокровищем общерусской святыней. В XX веке с наступлением духовного обнищания, подобно тому, как в давние времена Константинополь лишился чудотворного образа, так и Россия утратила свою святыню. В самые первые годы после установления советской власти Тихвинский Успенский монастырь был преобразован в трудовую артель. В 1922 году состоялась первая акция по изъятию церковных ценностей из монастыря, во время которой навсегда была утрачена почти вековая драгоценная риза чудотворной иконы. Через два года монастырь был закрыт окончательно, а в 1936 году были прекращены и богослужения в Успенском соборе, до тех пор еще действующего как приходской храм. Икона Богоматери не была передана в музей, а находилась в Успенском соборе. В ноябре 1941 года Тихвин, ставший местом ожесточенных боев, был оккупирован фашистскими войсками. Чудотворная икона, как ценная реликвия, была вынесена немецкими солдатами из собора еще во время этих боев и отправлена в Псков, куда свозили ценности из Новгорода и пригородов Ленинграда. Там же, в Пскове, находился и центр православной псковской миссии. В Псковском Троицком соборе чудотворный образ пребывал почти два года, а при приближении фронта к Пскову икона была эвакуирована в Ригу. Из Риги епископ Иоанн Гарклавс вывез тихвинскую икону в Лебаву, Курляндия, а оттуда морем в Соединенные Штаты Америки. Умирая, владыка Иоанн поручил хранить святыню своему приемному сыну, отцу Сергию Гарклавсу, и оставил завещание, согласно которому возвращение иконы состоится тогда, когда поруганная тихвинская обитель возродится в прежнем благолепии. В 2002 году отец Сергий приехал в Россию и посетил возобновленный монастырь. Во время этого визита он объявил о своем намерении вернуть чудотворный образ в обитель. Через год во время очередного визита отца Сергия были обсуждены все детали возвращения иконы, и по желанию хранителей святыни было решено провести ее через Ригу, Москву и Санкт-Петербург. Такова история современных странствий тихвинской иконы Богоматери и ее поистине чудесного сохранения в бурях нового времени подвижничеством преданных вере людей. Таковы обстоятельства судьбоносного возвращения святыни в Россию. Осмысливая духовные истоки свершившегося факта и нравственно переживая это событие, мы обращаемся к великому литературному наследию Древней Руси, дошедшему до нас во множестве рукописей, желая не только подробнее узнать историю этой иконы, но и обрести ответы на извечные вопросы человеческого бытия. Данное издание представляет собой обширный компетитивный свод, получивший название «Книга об иконе Богоматери Адигитрии Тихвинской». Он был создан в середине XVII века и объединил в себе существовавшие к тому времени сказания о чудотворной иконе и несколько вновь написанных произведений. Причины появления этой компиляции кроются, вероятно, в осознании значительной роли Тихвинского Успенского монастыря в событиях смутного времени и борьбе за независимость русского государства, что вызвало потребность оформить целостную концепцию истории обители, неразрывно связанной с историей, хранящейся в монастыре святыни. Немаловажно и то, что как раз в середине XVII века вновь обострились русско-шведские отношения, и Успенский Тихвинский монастырь снова приобрел значение военного форпоста, о военной роли которого в начале века почти уже стали забывать. Несомненно, что работа по составлению компетитивного свода была инициирована монастырскими властями, стремившимися к прославлению монастыря. В книгу вошли следующие произведения. Повесть о начале иконописания и об иконе Богоматери Адегитрии, служба явлению Тихвинской иконы, сказание об ее изображении и явлении, сказание об основании Тихвинского Успенского монастыря в 1560 году, об его осаде шведами в 1613, а также о пожаре в монастыре в 1623 году. Далее следует сказание о поновлении иконы Богоматери Адегитрии Тихвинской в 1636 году и сказание о чудесах от иконы Богоматери Тихвинской в 1581, 1611 и в 1632, 1656 годах. Некоторые из перечисленных произведений появились задолго до того, как были включены в эту компиляцию и имеют собственную историю изменения текста. Другие же были созданы или специально отредактированы именно в связи с составлением компиляции. Подробную историю их написания, а также сами перечисленные произведения вы найдете на страницах данной книги. Удивительны странствия этой чудотворной иконы, удивительны все события, связанные с ней. Обо всем этом читатель сможет узнать из книги об иконе Богоматери Адегитрии Тихвинской. Этот объемный памятник содержит полное собрание сказаний об истории образа Богоматери, начиная с древнейших евангельских времен, собственно, со времени появления иконописания. Текст этой книги опубликован в переводе на современный русский язык с необходимыми культурно-историческими комментариями. Он поможет заинтересованному читателю прояснить для себя многие вопросы духовной истории России. Дорогие друзья, ну а наша передача на этом подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы всегда найдете в церковных книжных лавках. Прощаюсь с вами. И да хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok